Рак желудка Рак желудка Рак желудка Рак желудка Рак желудка с стандартной симптоматической терапией. И было показано, что химиотерапия достоверно увеличивает медиану отживаемости больных с 3-5 до 8-12 месяцев. Кроме того, показано и сохранение и улучшение качества жизни пациентов на фоне химиотерапии по сравнению с симптоматическим лечением. Второй вопрос – это чем лечить таких пациентов? Спектр циностатиков активных при раке желудка достаточно широк. Это и антиметаболиты, и противоопухолевые антибиотики, и производные платины, и токсаны, и компетенцины. Здесь представлены рекомендации Национального ракового института США по лечению ассиминированного рака желудка. Эти рекомендации были актуальны еще год назад. Как мы видим, в краеугольном камне химиотерапии остаются 5-2 оцин, значение которого даже в монорежиме обоснованы на сегодняшний день у аспадных пациентов, пациентов с выраженной сопутствующей патологией. Но у пациентов, которые способны перенести более агрессивное лечение, конечно, предпочтено значение более компонентных режимов кимиотерапии. В исследовании третьей фазы, изучавших активность этих режимов, не один из них не показал достоверного преимущества в меня не выживаемости. Хотя на сегодняшний день предпочтение отдается таким режимам, как цирплатинный футуророцин и режим ЕЦФ, включающий, кроме этих препаратов, эпирубицин. В первую очередь, потому что эти режимы обладают, связанные с несколько большей частотой эффективных эффектов. Но все эти исследования были проведены еще в начале 2000-х годов, так сказать. То есть это те схемы, которые были в нашем арсенале еще 10 лет назад. Что же нового произошло? В нашем распоряжении появились новые цитостатики. Это и таксаны, и ленотекан, куксалеплатин, ироральные второперимидины. На них остановимся несколько подробнее. Что касается таксан. Это цитостатики, угнетающие деполимеризацию микротрубочек, видите, на отдельные клетки, которые тем самым нарушают процесс метоза. И погритоксил и доцитоксил в исследовании второй фазы показали высокую эффективность. И было проведено основополагающее исследование третьей фазы, такс-325, в котором сравнивалась активность решила доцитоксил токсил цисплатин-второрацин с стандартным режимом цисплатин-второрацин. Таксатер, содержащий режим, оказался более эффективным по всем основным показателям. Однако, это преимущество достигалось ценой крайне высокой гематологической токсичности. И поэтому данный режим имеет ограничение к широкому применению. Он может применяться у молодых, сохранных, больных. При отсутствии сопутствующей патологии должен проводиться только в специализированных учреждениях, квалифицированных специалистами. Конечно же, были предприняты попытки как-то модифицировать эту схему химиотерапии, чтобы понизить ее токсичность. В первую очередь, за счет изменения доступа на статиков, изменения режима цитостатиков. Но все это были исследования второй фазы и, в общем, вполне не безуспешные. Удалось достичь этого снижения гематологической токсичности при сохранении достаточно высокой эффективности. Исследования третьей фазы таких модификаций пока не опубликованы. Что касается Риндекан. Это цитостатик ингибиторцов из Амираза-1, фермента, необходимого для репликации и транскрипции ДНК. Также показал высокую активность в исследованиях второй фазы. И в исследовании третьей фазы, ВИТ-306, комбинация Риндекана с турноцилом и каварином практически не отличалась по активности от стандартного режима СИЭФ, однако была несколько менее токсична. Реже встречалась нитропиния 34-й степени, стоматик 34-й степени. И на сегодняшний день комбинация на основе Риндекана достаточно активно применяется как стандарт в некоторых странах Европы. Что касается обзора плотина. Это производная плотина третьего поколения. Основные его отличия от хорошо известного зимцеспотина это то, что он уловил в применении, не требует массивной гидротации, реже вызывает анемию и достаточно легко может применяться амбулаторно. Также в исследовании второй фазы показана многообещающая эффективность. Здесь основоположающим в определении активности этого препарата является исследование РИРТУ. Исследование третьей фазы, в котором пациенты рандомизировались на 4 группы. В качестве основных был взят стандартный режим ЕЦФ, а в институтских группах цисплатин заменялся на оксореплатин, а в торуноцин заменялся на капицитабин. Ну и в четвертой группе менялись оба препарата. Все четыре режима оказались эквивалентными по эффективности. Однако следует отметить, что оксореплатин, содержащие режимы, оказались языка менее гематологически токсичными. Причем разница эта оказалась физически достоверной. Еще одно исследование третьей фазы подтвердило данные результаты. Здесь сравнивали оксореплатин с цисплатином в комбинации с тороплоцилом и лейкавалином. Также эффективность оказалась эквивалентной по всем показателям, а токсичность оказалась ниже у режима, включающего оксореплатин вместо цисплатина. И таким образом мы можем сделать вырус, что на сегодняшний день можно совершенно обоснованно в стандартных режимах химиотерапии заменить цисплатин на оксореплатин без потери эффективности и, в общем-то, даже студенты преимущества в плане токсичности. Пирогальные пропиамидины. Первый из них — это капицитабин. Представляет из себя пролекарство. И активируется преимущественно воплевые ткани под действием фермента тимидинфосфорилаза. Препарат репарат анализируется до 5-го рациба. Препарат, который в применении, поскольку принимается перорально, может применяться ампулатонно. Основными могущественными эффектами на фоне его приема являются бюлея и конфуд синдром. Здесь опять же мы возвращаемся к уже упоминавшемуся исследованию РИО, где, как видно из слайда, режимы, включавшие капицитабин оказались превалентны по эффективности режимов, включающихся 5-го рациб. Еще одно исследование подтвердило эти результаты. Здесь сравнивали капицитабин с тару-го рацибом, но полного препарата вымеряется в комбинации с цисплатином. Также эффективность оказалась совершенно одинаковой. И поэтому на сегодняшний день капицитабин может считаться абсолютно превалентным 5-го рациб. в схемах химиотерапии, применяемых при диссиминированном ради желудка. Еще один новый и перспективный представитель фтор-пирамидинов – это препарат, разработанный в глифонии, препарат С1, представляющий собой комплексное лекарство. Опять же, это тегафон, про лекарство, активируемое в организме, превращающийся в 5-го рацию, а также 5-го рациб. Это динтро-пиригин, который является индивидером динтро-пирамидиногеназа, фермента, инактивирующего 5-го рациб в организме, а также аксоневую кислоту, которая снижает живующее и тишечную токсичность тор-пирамидинов. В исследованиях в Японии препарат показал крайне высокую активность в моно-режиме с частотой эффективных эффектных дозы АК-9%. Основными помощными явлениями были нитропения и диарея. Однако при попытке применения препарата в Европе и Америке оказалось, что переносимость его значительных и максимальная переносимая доза у людей из организма оказалась в два раза ниже, чем в странах Азии. Проведен целый ряд исследований третьей фазы, изучавших активность этого препарата. Первые исследования проведены в Японии и Корее. Они подтвердили высокую эффективность препарата С1. Но, однако, для нас наиболее интересное исследование ФЛАРС, которое проводилось в Европе и Америке и сравнивало активность С1 и активность 5-го рациб в комбинации с цисплатином. По результатам этого исследования, вопреки ожиданиям, не было показано каких бы то ни было различий к эффективности этих препаратов. Но при этом комбинация на основе С1 была значительно менее токсична. И на этом основании год назад препарат был одновремен к применению в Европе, но, однако, в России он пока не зарегистрировал. Что интересно, при подгрупповом анализе в этом исследовании было обнаружено, что С1 имеет статистически значимое преимущество перед 5-го рацибом в медиане выживаемости больных в группе больных, у которых диагностирован диффузный рак желудка по классификации Лорена. С чем это может быть связано? Героиднее всего здесь как раз можно говорить о роли фермента ДПД, инактивирующего в турпирамидине, потому что известно, что именно поли диффузный раке желудка в экспрессии этого фермента значительно повышена. И именно в этой ситуации преимущество по всей видимости может давать наличие в комплексе препарата ингибитора ДПД. Сейчас запущено исследование третьей фазы, которая имеет аналогичный дизайн, но будет изучать эти схемы химиотерапии только у больных диффузным раком желудка. Таким образом, визинируя вышесказанное, можно заключить, что несмотря на достаточно серьезный прогресс в развитии цитостатической терапии при раке желудка, золотого стандарта на сегодняшний день так не появилось. Но в нашей повседневной практике мы отдаем предпочтение режиму ЕЦФ, пепераплицин, цисплатин, 5-2-рацил. Режим достаточно хорошо переносится и высокоактивен. Единственное, что требует некоторых технических нюансов, чтобы организовать постоянную инфузию 5-3-рацила, необходима установка портовенозного доступа и использование властомерных инфузионных помп. В принципе, если нет возможности обеспечить такие технические возможности, совершенно обоснованно нужно вместо постоянных инфузий 5-рацила применять г-5-1 в дозе 625 мг на метриколадратный в два раза в день ежедневно. Что касается перспектив развития химиотерапии при раке желудка. В первую очередь активно идет внедрение молекулярно-напрозной так называемой таргетной терапии в лечении этой патологии. В первую очередь хотелось бы упомянуть препарат Роскозумаба, о котором только что шла речь. И в крупном исследовании 3-й класса было показано преимущество назначения Роскозумаба в комбинации с химиотерапией и пациентами с химиотерапией в группе больных с гиперэкспрессией с химиотерапией в группе г-2- нео, которые встречаются в 22% случаев брака желудка. Здесь в исследовании обнаружено и преимущество в общей выживаемости, и в частоте объективных эффектов. И в общем, в последний день препарат одобрен к применению в группе больных с гиперэкспрессией с химиотерапией. Хотя здесь уже вступают в свои права экономические аспекты, потому что лечение достаточно доброе. Но с медицинской точки зрения это лечение абсолютно упоказано этим пациентам. Еще один таргетный препарат, достаточно многообещающий и уже хорошо зарегиуменовавший себя при некоторых гиплокализациях, это гибосузумаб, гибитранга и гемеса, связывающийся с собственным материальным фактором роста. Однако в браке желудка в исследовании третьей фазы, несмотря на то, что было показано преимущество препарата в частоте объективных эффектов, во времени до прогрессирования, медиана выживаемости в исследуемой группе значительно статистически не отличалась от группы контроля. А поскольку общая выживаемость была первичной целью исследования, то это исследование к заменению на сегодняшний день считается негативным. Хотя, по буквам анализе выяснилось очень интересный деталь. Среди пациентов в этом исследовании азиатской популяции преимущества практически не было. Тогда как в Европе и Америке преимущества в общей выживаемости было значительно больше. Может быть, это связано с какими-то расовыми особенностями биологии рака желудка. Возможно, это связано с особенностями дальнейшего лечения второй линии химиотерапии. Так, в Азии 60% в этом исследовании в дальнейшем получали второй линии химиотерапии. А в Европе и Америке этот процент был значительно меньше. Но, тем не менее, ясно, что препарат активен, но для определения его роли в химиотерапии рака желудка, конечно, требуются дальнейшие исследования. И еще один препарат, группа таргетических препаратов, это цитуксимат, ингибитор рецептора экзотермального фактора роста. Проведено большое количество исследований второй фазы, в которых он показал очень высокую активность. Но результаты исследования третьей фазы пока не обубликованы. Мы их ждем. Ну и еще ряд препаратов. Баритумумаб, еще один ингибитор рецептор экзотермального фактора роста, логотинип, низкомолепулярный ингибитор онкобилка, терманип, продолжают исследоваться в третьей фазе. И мы ждем результат. Еще один подход, возможно, позволяющий улучшить эффективность химиотерапии, это индивидуализация лечения, которая основывается на индивидуальном подборе максимально эффективной схемы химиотерапии каждому пациенту на основании исследования определенных молекулярных факторов в опухоли еще до начала лечения. Такие молекулярные факторы представляют собой обычно либо ферменты, участвующие в метаболизме препаратов, транспортные бюлки, лишение действия препаратов, или бюлки, восстанавливающие повреждения, вызванные действием препаратов, в частности, платинового бюллята. В качестве иллюстрации здесь представлена хрестоматийная схема метаболизма в топе линейдинов, и здесь показаны ферменты ДПД, инактивирующих террудацин, тименинфосфолилаза, превращающий их в капецитабину в 5-террудацин, тименинфосфолилаза, который является мишенью действия этих препаратов. И известно, что различие в экспрессии всех этих бюлков может влиять на активность торпиоризинов у ПЦН. Еще один пример известный всем бюлок РССИ, участвующий в репарации повреждений ДНК, вызванных препаратами платины, и низкая экспрессия этого бюлка связана с повышенной чувствительностью опухоли к препаратам платинового ряда. Однако исследования всех этих молекулярных маркеров носят ретроспективный характер, результаты их зачастую противоречивы, и поэтому ни один из этих маркеров пока не вошел в стандартную клиническую практику. Здесь разрешите поделиться некоторыми из результатов, полученных в нашей сеттеной работе, проведенном в институте онкологии. Мы исследовали молекулярные маркеры у 55 больных раково-желудка, получавших химию терапию. У двух больных нами была обнаружена наследственная мутация гена БРК-1, которая, как известно, связана с наследственным раком молочной железы и яичником. Причем при этих заболеваниях показана связь между наличием мутации и крайней высокой чувствительностью опухоли к препаратам платинового ряда. Так и у наших больных на фоне платиносодержащей химиотерапии, ЕЦФ или цифлотинно-проверации, в правом их был зафиксирован частичный реверс. И время это прогрессирование составило в одном случае 22 месяца, в другом случае почти 11 месяцев, что, конечно, значительно превышает подобные показатели общей популяции. Также значимой оказалась и экспрессия гена БРК-1. Так, при низкой экспрессии эффективность платиносодержащей химиотерапии была в более чем в два раза выше, чем при высокой экспрессии этого белка. Еще один перспективный маркет топоизомираза 2А, являющийся мишенью действия антрациклинов. Также в нашей работе показано, что высокая экспрессия топоизомираза на фоне химиотерапии с включением антрациклинов является фактором более высокой чувствительности опухоли к химиотерапии. Что интересно, у трех больных, у которых отмечено сочетание высокой экспрессии топоизомираза и низкой экспрессии БРК-1, у всех зафиксирован частичный репресс на фоне антрациклинов снижающей химиотерапии и один из этих случаев проиллюстрирован на слайде. До лечения у пациентки отмечено практически тотальное поражение печени и это слайд после 15-ти циклов химиотерапии принятый прогрессирование у пациентки составляло 12,5 месяцев. И последний вопрос, который хотелось бы осветить, это стоит ли проводить вторую линию химиотерапии Здесь проблема заключается в том, что эта группа пациентов достаточно тяжелых, то есть состояние большинства пациентов при прогрессировании после первой линии очень быстро улучшается, они погибают обычно в течение не более 3-4 месяцев. А по данному исследованию третьей фазы вторую линию химиотерапии получают не более чем от 20 до 50% пациентов в больных органах желудка. В исследовании второй фазы в качестве второй линии свою активность показали так само, как в монорежиме, так и в комбинации комбинации настойки электрикана и комбинации настойки эпоксореплотина. Однако, мне на сегодняшний день известно только от исследований третьей фазы, изучавших химиотерапию в качестве второй линии крови желудка. Одно исследование, это европейское, оно было преждевременно прервано из-за плохого набора пациентов. Однако, даже при столь малом количестве пациентов было показано облегчение опухолизационных симптомов на фоне химиотерапии и энтекан, а также увеличение медиан выживаемости этих больных, несмотря на то, что объективных эффектов не наблюдалось вообще. И, нахожаясь ясно в 2011 году, было представлено более крупное исследование, там где-то корейское исследование, где изучалась активность энтекана либо донсотоксела по уровню исследователя в качестве второй линии химиотерапии у больных крови желудка. И активность этих препаратов сравнивалась с симптоматическим лечением. Было показано статистически достоверное увеличение выживаемости больных более чем на полтора месяца. Таким образом, несмотря на то, постановления химиотерапии за сегодняшний день нет, в общем, наверное, проводить ее в определенных случаях стоит, и это достаточно перспективное направление. В заключении, решите подытожить, несмотря на прогресс в реакторной терапии ракожелудка, выживаемость больных, к сожалению, так и остается в пределах 80-ти месяцев. Включение новых препаратов, пироральных топориогидов, оксилеплатина и рентетана, к сожалению, не увеличило эффективность лечения, хотя снилили токсичность и позволило улучшить качество жизни больным. Донсотоксел в комбинациях показал достоверное улучшение эффективности химиотерапии, однако ценой крайне высокой токсичности. И широкое применение их достаточно ограничено. Роль таргетной терапии на сегодняшний день еще не до конца определена, за исключением только тростозума, по которой показан пациентам, у которых отмечена гиберэкспрессия ОБДНК-1М2. А в отношении второй таргетной химиотерапии стандартно она до сих пор не является, но, в общем, имеет перспективу. Ну и самый последний слайд, это уже от полной на сегодняшний день рекомендация национального раково-института США. И мы видим, что по сравнению с предыдущей версией водовой давности здесь уже появились оксореплатин, капицетабин, появились комбинации на основании донсотоксела, и также рекомендуется применение тростозума в комбинации химиотерапии. Спасибо. Спасибо. Может, у вас есть вопросы? Если будут вопросы, которые прилигаются, можно записывать на рейт-пансерд-пансессию. Спасибо. Спасибо.